Санкт-Петербургский политех Продолжение следует... Каких-то таких серьезных терапевтических средств Вот здесь приведен на слайде обзор Ильи Борисовича Беспрозванного В котором подробно очень изложены все возможные механизмы Которые исследуются в возникновении данного заболевания Часть из них связана с амилоидным происхождением Часть не амилоидное, в частности нарушение кальциевого сигналинга Но все они приводят к тому, что сегодня является темой нашей секции Это изменение синаптической передачи и пластичности у нейронов Поэтому, наверное, где-то истина посередине Надо искать проблему в параллельном исследовании Как амилоидных, так и не амилоидных проблем И большое спасибо Павлу Милославовичу Балабану За сегодняшнюю его лекцию В которой он много слов сказал хороших про астраглиальные клетки Поскольку, по-видимому, стоит все-таки рассматривать шире проблему Не только изменение синапсов между нейронами Но и включать туда и глиальные клетки То, что называется трехчастные А Павел Милославович сегодня говорил даже о четырех участниках этого события Поэтому мы в своей работе использовали мышиные модели для исследования Это линия 5xFAT Она достаточно агрессивная линия Манифестация происходит подобных альцгеймерскому типу проблем Достаточно рано на ранних этапах И, собственно, для данной линии характерно наличие как амилоидных, так и не амилоидных проблем И что мы можем заметить вот на этом слайде В итоге наших исследований Было показано, что в принципе Ой, это я не на ту кнопку нажала Так, назад Так, вперед К сожалению Так Переключите, пожалуйста, следующий слайд Что-то у меня залипло Так вот, не буду я этот свет показывать Короче говоря, видно, что Изменяется состояние нейрона В частности, морфология Мы видим, что количество Плотность дендритных шипиков уменьшается А это фактически контакты синаптически определяет Но также и интересующие нас астроглиальные клетки изменяются Мы видим, что на более поздних стадиях заболевания Происходит реактивация астроглии О чем свидетельствует маркер Такой реальный фибриллярный кислый белок Возрастания его экспрессии Ну и действительно Павел Милославович уже сказал о том Насколько важны астроглиальные клетки Они подстраиваются под ту группу нейронов Непосредственно которую необходимо активировать Вместе с тем Они При возникновении Так называемых кальциевых волн Нутри астроцитарных клеток Выбрасывают в среду Глиотрансмиттеры Экспрессируют транспортеры различные Что собственно вот в данном коктейле Который имеется у нас Собственно в нашей Среди окружения Этой нейронов Позволяет регулировать их активность Возбудимость Синаптическую передачу Пластичность Ну как можно вот вызвать Такие кальциевые волны В своей работе мы использовали Инструменты оптогенетики И как уже опять же ссылаюсь на Павла Милославовича Можно двумя путями Оптогенетику использовать Значит Привнося С генетическими различными векторами Белки Которые являются Ионотропными Рецепторами Они экспрессируются На поверхности На мембране Астроцитов Яркие представители Каналородопсин Но вот как Павел Милославович Сказал В принципе Активность нейронов При таком возбуждении Мы не замечали А вместе с тем К чему приводят Ионотропные Такое вот Воздействие на ионотропные каналы Неизбирательно Входит кальций Есть и другой путь Изменения Концентрации кальция Внутри Астроцитарных клеток А именно Через метаботропные Рецепторы И вот он здесь Обозначен На правом Таком слайде Это Рецепторы Связанные с Ж-белками И собственно Есть группа Таких Рецепторов Которые активируются Светом Который мы использовали А дальше Запускаются Цепь биохимических Различных Цепочек Различных реакций В частности Эффектором Является Фосфолипаза С Вот для наших Использованных нами Метаботропных Рецепторов И в конечном счете Высвобождается У нас кальций Из эндоплазматического Ретикулума Ну и у нас Какие были задачи Мы хотели В принципе Посмотреть Вообще Вот такое Воздействие Через метаботропные Рецепторы А можно так Нажимать Последовательно Да Приводит ли К какому-то Изменению Активности Нейронов Гиппокампа Далее Следующее Вообще Восстанавливается Если приводит Восстанавливается Или нарушение Формирования Долговременной Потенциации Следующую стрелочку Обладает ли Такая Оптогенетическая Стимуляция Нейропротекторными Свойствами И способна ли Она Собственно Восстанавливать Когнитивные Функции Вот Ну здесь Слайд Я не останавливаюсь Это просто Подтверждение Того Что действительно Наш Конструкт Генетический За который Мы очень Благодарим Анастасию Александра Бородинову Из института Вашей нервной Деятельности Заходят Именно Острогляльные Клетки Здесь Предварительное Исследование По выбору Приведены Режимов С помощью которых Мы будем Подвергать Оптогенетической Стимуляции Остроглии Вот собственно Здесь Протокол Представлен Подробный На данном Слайде И видно Какие режимы Мы выбрали Для стимуляции Остроглии На срезах Иппокампа Вот это Первый Наш результат Которые Были Опубликованы В 21 Году Действительно Оптогенетическая Стимуляция Остроглии Через Метаботропные Рецепторы Приводила К активации Нейронов Гиппокампа В последней Нашей работе Которая Уже В 23 Году Опубликована Показана Что не просто К активации Но и Восстанавливало Формирование Долговременной Потенциации И вот этот Обобщающий Слайд Пожалуйста Обратите Внимание Морфология Шипиков Мы видим Что Оптогенетическая Активация Метаботропных Рецепторов Остроглии Приводит К тому Что у нас Фактически Плотность Число Грибовидных Шипиков Восстанавливается До Контрольного Значения И это Может Свидетельствовать О том Что Восстанавливаются И синаптические Контакты И собственно У нас Может Восстановиться И какие-то Функции Уже Которые Мы рассматриваем Как Когнитивные И вот Поведенческие Тесты Пожалуйста На Тест На Условно Рефлекторное Замирание Во время Обучения Мы видим Что все Группы Животных Как контроли Так и Собственно Те Которые Подвергались Оптогенетической Стимуляции На начальном Этапе Имеют Как Контекстную Память То есть Помнят В каком Помещении Животные Их Обижали И Собственно Имеют Память На Звуковой Стимул Но Посмотрите На Десятый День Мы Видим Что Картина Существенно Меняется Теряют Контекстную Память И Память На Звуковой Стимул Животные Группы 5x Фат Контрольная И Восстанавливается Память У Животных Которых Подвергли Оптогенетической Стимуляции Астроциты Которых Подвергли Оптогенетической Стимуляции Ну вот Водный Тест Морриса Нам Не очень Результаты Получили Вследствие Того Что По Видимому Обучению Мешало Наличие На голове Вот Этой Конюли Но Тем не Менее Предварительные Данные Также Свидетельствуют О том Что После Оптогенетической Стимуляции Астрогли У нас Возрастало Число Пересечений Платформы Животными И Фактически Восстанавливалось До уровня Контроля То есть Косвенно Мы можем Говорить Что Память В этом Случа Тоже Восстанавливалась Но Мы Проверили Также Вообще Сама По себе Оптогенетическая Стимуляция Она Как-то Влияет На Поведение Животных И Вот Здесь Тест В открытом Поле Показал Что Нет Не Влияет Что До Так И После Оптогенетической Стимуляции У нас Практически Одинаковая Была Реакция Животных В данном Тесте Также Интересно Было Вообще На Реактивацию Острогли Влияет Или Нет Собственно Оптогенетическая Стимуляция Оказалось Что Уровень Глиального Фибриллярного Кислого Белка Не Изменяется И В этом Случае А вот Что Оказалось Что Действительно Изменяется Экспрессия Транспортера Глутамата И Что Косвенно Может Сторону Увеличения Косвенно Может Свидетельствовать О том Что Действительно Глиальные Клетки Которые Участвуют В регуляции Активности Нейронов Путем Отбирания Излишнего Глутамата Из межклеточной Среды Могут Работать Подобным Образом Ну и Вот Сейчас У нас В планах Все-таки Поскольку Оптогенетика Это локальное Воздействие Использовать Инструменты Хемогенетики Действительно Можно Создать Такой же Конструкт Который Будет Метаботропным Рецептором И Связанным С Ж Белками Но Воздействовать Уже Не Светом А Химическим Агентом И Мы Предполагаем Что Более Обширное Воздействие Практически Нелокальное На всю Область Гиппокампа Может Привести Как К изменению Функциональному Самое Астроглиальных Клеток Которые Могли Претерпеть Изменения В ходе Развития Нейродегенеративных Заболеваний Вы Видите Что Мы Предполагаем Что Будет Оптимизирован Уровень Глиального Фибриллярного Кислого Белка Маркера С100 Бета Который Тоже Участвует В синаптической Передаче Глутамин Синтетазы И Транспортеры Глутамат Это уже Было Показано Что Может Быть Результатом Этого Тоже Деятельности Мы Предполагаем Что Воздействие На Астроклиальные Клетки Может Привести К Положительной Регуляции Такого Достаточно Большого Обширного Разнообразных Путей По Активации Дезактивации Нейрональных Клеток А мы Знаем Что В принципе Они Гиперактивированы При развитии Болезни Альцгеймера Значит Здесь Мы Можем Надеяться На то Что Нам Удастся Отрегулировать Вот Нормальное Значение Работы Нейронов Таким Образом Если Наши Астроклиальные Клетки Не дойдут До того Чтобы Образовывать Фибрилы И мы Можем Возвратиться Обратить Эту Их Деятельность И Воздействовать На нейроны Положительным Образом Поймать Такой Момент То Возможно Мы Можем Рассматривать Метаботропные Рецепторы Как Некие Терапевтические Уже Такой Вот Мишень Такую Терапевтическую Мишень Ну вот Здесь На слайде Представлены Те результаты Которые Мы получили Они Опубликованы И мы Надеемся С помощью Хемогенетики Двигаться Дальше Вот Это Наша Прекрасная Группа Которая Очень Благодарна Ребятам И Жене Герасимову И Саше Ерофееву Илье Борисович Отдельное Спасибо За такие Интересные Темы Также Слова Благодарности Павлу Милославовичу И Анастасии Александровне Я закончила Спасибо большое Коллеги Только если Один Очень коротенький Вопрос У кого-нибудь Есть Тогда я Задам Один Очень коротенький Вопрос Ольга Леонардовна Я может быть Пропустил Вначале А вы пытались Использовать Конструкцию С ченалеродопсин Конечно Да У нас тоже Есть ли разница Между Так вот Мы просто Именно Павел Милославович Я почему подробно Не говорила Он сказал Что Действительно И наша статья Совместная Об этом говорит Что Каналеродопсин Наоборот Как угнетает деятельность А вот метаботропный Наоборот Активирует Мы поэтому пошли По этому пути Дальше копать То есть Канальный Вы не проверяли Дальше Дальше Не проверяли Мы только пошли Поэтому посмотреть пути И получили Вот такие Хорошие результаты Понятно Спасибо большое Еще раз Спасибо